Всем привет! Сегодня у нас тема о семянках. Вы уже ждете весну? Я, да. Я уже свои семена перебираю, не знаю сколько раз, планирую, смотрю. Февраль месяц и уже можно сеять кое-какие семена. Давайте посмотрим, что я тут заказывала. Вот это вот все я заказала до Нового года. Ну давайте рассмотрим поближе. Вот семена в прозрачных упаковках фирмы Весна. Видно, каждая семечка. Очень удобно, мне нравится. Свеклоборду. Томат апельсин, желтый цвет. Люблю томаты желтые, поэтому кожи без желтого. Приветик. Приветик. Ты красотка. Будешь нам помогать? Да. Смотрите, пришла к нам помощница. Ты красотка. Дальше смотрите. Так, редис. Восемнадцать дней сверхрань. То есть, нужно будет несколько раз его сеять. Кукуруза, попкорн мы любим. Фасоль среднерослая. Даже низкорослая. То есть, та, которая не плетется. Она будет вот такая вот ранняя. Спелая. Дальше лучок на зелень. Бутон многолетний. Я переверну. Это морковка. Картель. Люблю ее. У нее очень сочная мякоть. Морковка универсальная. Можно сеять на хранение на зиму. Можно сеять на еду. То есть, все зависит от строков посадки. Там сзади все написано. Кабачок очень хороший. Вот такие вот кабачки темные. Для закрывания. Они и на еду, и на закрывание очень хорошие. Они хорошо себя ведут. Не мягкие при консервации, как, допустим, светлые сорта. Огурчики. Такие вот. Ранние, средние и поздний сорт. Самозапыляемые. То есть, можно садить в открытый грунт. Можно на балконе. Такие вот. Огурчики сорта проверенные. Хорошие. Могу порекомендовать. Зеленушечка, петрушечка, салат, севель. Много-много петрушки. Много-семь. Потому что мы на срез, на заморозку, на зиму. Значит, такая, смотрите, кукурузка. Беру ее первый раз. Написано ремонтантный сорт. То есть, будет плодоносить до самых заморозков, до осени. Не боится засухи. Это у нас проблемы уже последние года с засухой. И не боится морозов. То есть, холодоустойчивая и засухоустойчивая культура. F1. То есть, это гибрид. Семена с нее не соберешь. Почему? Потому что семена уже не будут похожи на материнские семена. Потому что это гибрид. Дальше. Такие вот томаты. Чио-чио сам. Купила под влиянием YouTube. Не знаю, обещают очень урожайный сорт. Прям такими грозьями, грушевидными. Посмотрим. Пишут красиво. Посмотрим, что получится. Вот такие семянки я собрала самостоятельно. То есть, купила у бабушки понравившийся сорт. Даже подписала, нарисовала. Но собрала семена. Получается очень дешевый способ. И иметь много-много семенок. Это вот уже моя Алина. Рисовала, описала. Перчик болгарский. Теперь перейдем к цветочкам. Самая моя любимая красота. Давайте посмотрим. Вот такая вот петуния. О, белый голубой каскад. Кстати, уже в феврале можно это все сеять. Буду сеять как в торфяные таблеточки, так и просто в грунт, в парничок. Колокольчики карпатской смеси. То есть, еще их называют жених и невеста. Тоже красивая, низкорослая, многолетняя культура. И портулак. Партулак у нас ассоциируется с Крымом. Поэтому решила тоже себе посеять. Очень неприхотливый цветок. Не боится засухи. Цветет целое лето. Такими красивыми цветочками. Тоже многолетняя культура. Да. Да. Ты тоже наш цветочек. Цветочек ты наш. Так, астры. Астры вот такие помпонные. И одна вот такая вот красивая. Похожая на хризантемку. Так, агератумы. Смесь, сумыш и голубая лагуна. Тоже цветет все лето, радуется цветами. Потом их в некоративной и в бархатце. Люблю бархатце. Очень полезные они. И в грядках. И просто запахом и красотой радует. Что мне камеру? Ну, в камеру обтираешься. Вы это видели. Значит, бархатцы. Вот такие вот необычные белые. Так, извиняюсь, тут у меня кошка пихается. И вот такого лаймового цвета, красивого. И орликин. Вот такой новый, новый сорт. Красивый. И цыния. Тоже белый медведь. Вот такая вот зависть. Это как? Всем на зависть? Цвету всем на зависть? Или всем соседям на зависть? Буду красивой. И старая мягкая комната, которая необычная. Такие вот цветочки. Ну да, Коша? Иди ты цветочек. И мы тебя в клумбу посеем. И вот такая посылочка ко мне пришла. Чего-то мне недохватило. Я туда заказывала. Тут и комнатные цветы. Все. Вот так и есть. Давайте посмотрим. Вот так, как она кладная. Сюда ее. Так. Вот такой, смотрите. Арбузик я заказывала. Крымсон свит. 10 семян. Популярный сорт. Сверхранний. Ни разу не пробовала, не сеяла. Если кто-то пробовал, напишите, подскажите, как, что. Как с тыквами с ним обращаться или... Или как? Или как? Да. Да. Муркоту нету наша. Арбузик хочешь? Вот такой Крымсон свит. Так. Дальше. Огурец. 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 Значит, это украинские сорта огурцов. Вот с этого можно собирать свои семена. Это F1, это F1. Такие вот огурчики. Огурцов много не бывает. Так. Баклажан украинского сорта называется Алмаз. Большая вот такая вот капуста цветная. 27 Мин Каспер. Базилик. Фиолетовый. Я больше люблю фиолетовый базилик. Чем зеленый. И вот тут. Такие вот маяночки. Давайте посмотрим. Так. Каменеломка. Это такой красивый многолетний цветок. Шапка мне цветет целое лето тоже. Можно в ракариях. В каменном садике светить. Сколько семена. Критки маленькие. Маленькие. Как у петунии. Так. А вот такая вот петуния. Махровая петуния. Белорозовая. Такая красивая. Кликолиус. Кликолиус. Как правильно. Нравится мне. Еще один. Салатовый или лимонный. Yellow. Желтый. Ценерария. Декоративное. Такое лиственное растение. Боится заморозков. То есть. Будет вас радовать. До самого пока снегом ее не накроет. Изолепсис. Вот такое интересное. Комнатное растение. Похоже на травку. Ее еще называют. Комнатным камышом. Попробую посудить. Смотрите. Тут три семянки. Еще один колеус. И одна такая рыся. Да? Рыся. Рыся. Муркатуни. Тебе уже солнышко весной. Хватит. Да? Весна. Скажи. Мы все ждем весну. Так. Это все по цветочкам. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok